Девушки отдыхают Глава 11. Растущая боль Если ты владеешь 100% бизнеса, который не работает, то ты не владеешь ничем. Джо Цай Когда в 2006 году Ибэй ушла с китайского рынка, у Таобао насчитывалось 30 миллионов пользователей. Через три года их стало 170 миллионов, и продажи на платформе Таобао выросли с 2 миллиардов долларов до 30 миллиардов долларов. На горизонте не маячило достойных соперников, и перспективы Алибаба выглядели радужными. Китайская экономика развивалась беспрецедентными темпами и выросла на 14% в 2007 году. Ожидание Олимпийских игр 2008 года в Пекине взорвало фондовый рынок страны. Западный капитал потек в Китай, и цены на акции ведущих игроков китайского интернет-рынка взлетели. В 2007 году акции Baidu подорожали втрое, оценка компании составила более 13 миллиардов долларов. Tencent, чей сервис мгновенных сообщений QQ насчитывал более 740 миллионов пользователей, и чей игровой бизнес развивался, доросла до 13,5 миллиардов долларов. Новая волна китайских интернет-компаний готовилась к выходу на биржу. Начались спекуляции вокруг Alibaba. Когда же она выйдет на IPO? Alibaba переформировала свою систему управления и, готовясь к новой стадии развития, пополнила команду новыми руководителями из Pepsi, Walmart и KPMG. Кроме того, она взяла нового директора по стратегии доктора Цзэн Мина и назначила на должность CEO B2B-бизнеса Alibaba.com Дэвида Вэя, Вэй-Дже из Шанхая, обладавшего опытом в сферах финансов и розничной торговли. Последний пробудет на этой должности более 4 лет и будет курировать первый выход Alibaba на IPO. Сервис объявлений Taobao пользовался огромной популярностью у потребителей, но он оставался убыточным, поскольку по-прежнему был бесплатным. Таким образом, в качестве альтернативы Alibaba решила включить в реестр только B2B-бизнес – Alibaba.com. Основанные в 1999 году упомянутые компании существовали к тому моменту уже 8 лет. На Alibaba.com числилось более 25 миллионов зарегистрированных пользователей, живущих как в Китае, так и за границей. Это был стабильный, доходный, но неинтересный бизнес. IPO 1.0 Вокруг Джека поднялась очень сильная шумиха, и проведение Alibaba.com IPO в Гонконге в ноябре 2007 года вызвало такой неистовый ажиотаж, какого не видели со времен дотком бума. Один аналитик раскритиковал поведение гонконгских инвесторов, сравнив их с игроками в азартные карточные игры. Огромное количество людей выстроилось в очередь, чтобы купить акции. Как сказал один из них, 65-летний Лай Айюн, Associated Press, люди сказали покупать «я и покупаю». Хотя B2B-бизнес Alibaba.com был на самом деле второстепенным, воодушевление вокруг китайского интернета, который бурно развивался и насчитывал тогда уже более 160 миллионов пользователей и оживленной экономики, означало, что различий делают немногие. В Гонконге рынок сходил с ума по спекуляциям на недвижимости, и Джек старался описать бизнес Alibaba понятным для этого региона языком. «Мы почти как компания-застройщик», — объяснял он. «Мы убеждаемся, что пространство расчищено, трубы проложены, коммуникации работают. Люди могут прийти и строить свои здания на подготовленном нами месте». Но, — говорил Джек, — «помимо этого существует и многое другое. Если Alibaba все делает правильно, то у нас есть шанс создать платформу, которая станет интернет-экосистемой для всего Китая». Преобладающая часть акций была продана институциональным инвесторам на изнурительной десятидневной серии глобальных выездных мероприятий «Роуд-шоу», закончившейся в Сан-Франциско. График выдался настолько интенсивным, что Дэвид Вэй не успевал пообедать. Неожиданно Джек ушел с последней встречи с инвесторами и вскоре после этого позвонил Дэвиду. Он позвал его в ресторан в аэропорту, где они заказали все блюда из лапши, какие были в меню. Когда Джек и Дэвид приземлились в Гонконге, то по итогам выездных встреч они уже знали, что их ждет успех. Курс ценных бумаг вырос на 40% в течение последних трех месяцев. Но для уверенности в сильном старте Yahoo обязалась купить 10% от размещения. Наряду с семью другими ключевыми инвесторами, включая магнатов местного рынка недвижимости. Alibaba.com вышла под счастливым фондовым номером 1688 и продала 19% компании за 1,7 миллиарда долларов. Это было крупнейшее интернет-айпо после Google в 2004 году. Компанию оценили почти в 9 миллиардов долларов. Спрос со стороны индивидуальных инвесторов, составляющий 25% от общего спроса, опережал предложение из расчета 257 к 1. Те, кому повезло получить акции, увидели, как они увеличиваются в цене в три раза в первый день. С 13,5 гонконгских долларов начальной цены до 39,5 гонконгских долларов при закрытии. B2B-бизнес Alibaba был оценен в 26 миллиардов долларов, примерно в 300 раз выше ее заработка. Но самыми удачливыми инвесторами были те, кто успел вложиться сразу же, когда цена акции упала на 17% на следующий день. Шумиха вокруг Alibaba была поднята благодаря Джеку и другим быстро развивающимся проектам, как Taobao и Alipay. Но эти активы не были частью IPO. На самом деле большая часть акций, выпущенных на IPO, были от родителя Alibaba, Alibaba Group, которые требовались деньги на их поддержку. Дэвид Вэй позже говорил об этом IPO. Taobao по-прежнему прожигал деньги. С инвестирования Yahoo в 2005 году у Alibaba все еще имелось, может быть, 300-400 миллионов долларов. Но этого было недостаточно. Мы все еще не знали, как монетизировать Taobao. Из 1 миллиарда 700 миллионов долларов, привлеченных в Гонконге, только 300 миллионов долларов пошли в B2B-сегмент. Alibaba дополнила свою казну, остававшимися миллиардом и четырьмястами миллионами долларов, и резервы составили почти 1,8 миллиарда долларов. «Это огромный бюджет», — вспоминал Дэвид Вэй. «И его нам хватит на очень долгое время для поддержки Taobao». В это время Alipay все еще тратила деньги. Бывший CEO Alibaba добавил, что IPO 2007 года дало ему два инсайда о методе, которые использует Джек. О первом Джек сам когда-то рассказывал ему «Привлекай деньги, когда ты в них не нуждаешься. Когда они тебе нужны, не иди их искать, уже слишком поздно». Второй заключался в том, что IPO позволило Alibaba позаботиться о своих сотрудниках. Джек, как никто другой в бизнесе, понимает людей. Он хороший бизнесмен, но если вы спросите меня, в чем Джек разбирается лучше всего, люди в бизнесе или IT, я отвечу, в IT хуже всего, на втором месте бизнес, а на первом — люди. B2B бизнес у Alibaba исполнилось уже 8 лет. Джек знал, что ему нужно дать своим подчиненным возможность обналичить свои доли. Дэвид вспоминает, как Джек сказал сотрудникам, «Вам нужно купить дом, вам необходимо приобрести машину. Вам не следует тянуть с продажей акций, чтобы пожениться и родить ребенка. Продажа акций не означает, что вам не нравится бизнес. Я поддерживаю вас в желании продать часть, чтобы устроить свою жизнь, отдать должное своей семье. Вы так усердно работаете, семья не видит вас, им нужно вознаграждение». Сам Джек не продавал акции в первые два года, но когда он начал, некоторые из них стоили 35 миллионов долларов. И Джек объяснял своим коллегам, что хочет дать своей семье некоторое ощущение благополучия. Однако он не стал долго ждать и наградил себя, купив за 36 миллионов долларов дом в Гонконге. В каталогах IPO домашним адресом Джека значилась маленькая квартира в Лейксайд Гарденс, где все и начиналось. Но теперь у него появились роскошные апартаменты в верхней части гонконгского района Мид Левелс, расположенного на склоне знаменитого пика Виктория. Джек стал миллиардером по оценке стоимости его акций, но каталоги IPO показывали, благодаря трем крупным инвестиционным раундам, возглавляемым «Голдман Сакс», затем «Софтбанк» и «Яху», насколько меньше была доля компании Джека по сравнению со многими его товарищами. После своих IPO Уильям Дин держал 59% акций NetEase, а Робин Ли – 25% в байду. Глобальный финансовый кризис. Что-то хорошее в плохом. Тем не менее, над акциями компании сгущались тучи. Alibaba.com зависела от внешней торговли, а экономика США ослабевала, и это затрагивало бизнес китайских экспортеров, которые составляли костяк B2B-сферы. Акции Alibaba начали падать, опускаясь ниже цены на IPO в марте. Когда в сентябре 2008 года глобальный финансовый кризис набирал обороты, что привело к коллапсу Lemon Brothers, акции Alibaba резко упали и составляли всего одну треть от ее стоимости на IPO в последующем месяце. Всего через несколько недель после Олимпийских игр в Пекине объемы мировой торговли резко на 40% сократились, и Alibaba столкнулась с кризисом. B2B-бизнес Alibaba был под угрозой. 25 миллионов зарегистрированных клиентов – впечатляющее число, однако только небольшая часть из них оплачивала пользование сайтом. Всего 22 тысячи подписчиков сервиса Gold Supply, и они приносили 70% от общего дохода. Дэвид Уэй, как CEO, генеральный директор Alibaba.com, готовился к тому, что падение стоимости акций вызовет давление со стороны Джека. Но, как он вспоминает, Джек никогда не подходил к телефону и не узнавал стоимость акций. Ни разу он никогда не говорил о росте прибыли. Тем не менее, однажды Уэй стал свидетелем его гнева. Единственный раз, когда он позвонил мне после полуночи, случился после внесения нашей команды небольших изменений на сайте. Он кричал, и это был единственный раз, когда Джек повышал на меня голос. Я никогда не слышал, чтобы он так сильно сердился. Ты сумасшедший? Но Джек кричал не из-за цены акций. Он рассердился из-за того, что мы немного отодвинули на задний план дискуссионный форум, который давно существовал на сайте для общения продавцов друг с другом. Джек потребовал от Дэвида на следующий же день вернуть все на свои места. Дэвид отказывался, говоря, что у Alibaba нужно сфокусироваться на транзакциях, а не на общении. И добавлял, что место на домашней странице является очень ценным для работодателей. Но Джек был настойчив. Мы, B2B торговая площадка, никто не приходит торговать каждый день. Мы в большей степени сообщество, чем торговая площадка. То же самое касается и Taobao. Никто не приходит за покупками каждый день. Если вы занижаете значение этого форума, то уделяете слишком много внимания выручке. Верните обратно не приносящую дохода точку входа в бизнес-сообщество. Несмотря на то, что падение акций несло убытки, Alibaba выжила в глобальном финансовом кризисе. И, как и пятью годами ранее, в случае с SARS, кризис принес компании некоторые неожиданные дивиденды. Во-первых, Джек осознал, что SPA дал ему возможность увеличить лояльность своих платных пользователей. Он начал резко понижать стоимость для своих подписчиков и говорил Дэвиду, «Давай будем нести ответственность перед своими клиентами. Они платят 50 тысяч юаней. Мы можем возвращать им 30 тысяч». «Фондовый рынок сошел с ума», вспоминал Дэвид. Клиенты звонили ему и возмущались. «Что? Вы теряете 60% своей выручки!» Но за безумием Джека стоял рациональный расчет. Он серьезно относился к позиции, что клиент на первом месте. Однако Дэвид подчеркивал, Джек не поддерживал идеологию под лозунгом «Давай раздавать все бесплатно». Наоборот, Ма всегда пытался понять, как получить деньги, но позже. Он просто не алчный, деньги для него не стоят во главе угла. Оглядываясь по прошествии времени на этот способ сокращения платы, Дэвид считает, что этот шаг был очень своевременным. Доходы совсем не упали, увеличение числа клиентов полностью компенсировало снижение цен. И после того, как финансовый кризис закончился, мы не поднимали цены. Мы предоставили возможность продать им больше дополнительных услуг, стали действовать больше по интернет-схеме. Джек на самом деле говорил мне, что хочет в любом случае изменить это. Кризис дал ему такую возможность. Второй дивиденд заключался в том, что коллапс существовавших экспортных рынков заставил владельцев китайских фабрик отдать приоритет потребителям в собственной стране. Все больше и больше товаров Made in China, сделанных на экспорт, шли на продажу и в самом Китае. Таобао был идеально позиционирован для того, чтобы получить выгоду от подобных изменений. Йонатан Лу, президент Таобао в те дни, говорил, в условиях спада в экономике все больше потребителей в поисках более дешевых товаров обращаются к интернету, а другие предпочитают открывать собственные онлайн-магазины для дополнительного заработка. К концу 2009 года доля рынка Таобао поднялась примерно до 80%. Наконец, Таобао начал приносить ощутимую прибыль от продажи предпринимателям рекламного пространства, чтобы они могли представлять свои товары увеличивающемуся объему онлайн-покупателей. К сентябрю 2009 года Алибаба находилась на волне успеха. В качестве ключевого спикера на праздновании десятой годовщины компании, проходившей в Ханчжоу, был снова приглашен Билл Клинтон, но на этот раз наряду со знаковыми фигурами новой волны в сфере потребления Китая. Среди них были игрок NBA Коби Брайант, которого спонсировала Nike, и CEO компании Starbucks Ховард Шульц. Во время празднования Алибаба также запустила свой новый сервис облачных хранилищ данных Aliyun. Развиваясь, Таобау становился главным фокусом для Алибаба. Потребительская электронная коммерция затмевала B2B-бизнес компании, которые Алибаба впоследствии исключила из реестра фондовой биржи Гонконга и уходящий в небытие портал Yahoo China. Со сделки 2005 года Таобау вырос, и Yahoo с Алибаба наслаждались медовым месяцем. Но в начале 2008 года случились непредвиденные события, приведшие к драматическому финалу. 31 января 2008 года Microsoft сделала незатребованное деловое предложение о покупке Yahoo за 44,6 миллиарда долларов. Джек понимал, что если бы сделка состоялась, то Microsoft стала бы его крупнейшим акционером. Несмотря на то, что Ма находился в хороших отношениях с Биллом Гейтсом, он осознавал, что в Microsoft ему придется иметь дело с совершенно другим партнером. Билл Гейтс был известен тем, что принимает гораздо более активное участие в делах компаний, в которые он инвестирует, чем принимала Yahoo. Существовал и еще один риск. С Алибаба связалась с китайское правительство и запросила комментарии по поводу возможных изменений в долевом распределении компании Джека. Опасения по поводу контроля. Отношения между Microsoft и китайским правительством уже на протяжении долгого времени оставались неоднозначными, колеблясь от ненависти до симпатии. Среди их лучших проявлений можно выделить торжественный прием, который председатель Цзян Цзэминь оказал Биллу Гейтсу, когда тот посетил Китай в 2003 году, а также ответный прием, оказанный Биллом Гейтсом, только что ставшему председателем Ху Цзинь Тао. Что касается второго случая, то это был обед, организованный Биллом Гейтсом у него дома на острове Мерсер, Мерсер Айланд, Вашингтон в 2006 году. Однако были и периоды напряженных отношений, например, когда Microsoft выразила свое недовольство сильно развившимся пиратством в отношении своих продуктов или когда китайское правительство обвинило Microsoft в монополии. На публике Джек утверждал, что Алибаба при любых обстоятельствах останется независимой. Алибаба была независимой на протяжении девяти лет. Что бы ни происходило, мы будем идти своей собственной дорогой. Но узкий круг доверенных лиц знал, что Джек обеспокоен. Алибаба хотела получить преимущественное право первого предложения по сделке 2005 года, которое позволило бы компании выкупить обратно долю Yahoo в случае смены собственника, чего в то время не исключали. Алибаба наняла Deutsche Bank и юридических советников для подготовки. Но в начале 2008 года в связи с ослаблением мировой экономики привлечение финансирования становилось затруднительным, и Алибаба была компанией с большим количеством подвижных составляющих. Таубау и Алипей быстро развивались, но по-прежнему работали в убыток. Акции компании Алибаба Дотком падали в цене. Но если Алибаба не сможет привлечь деньги или договориться с Yahoo о стоимости выкупа доли, цена согласно сделке 2005 года будет определяться арбитражным судом, длительным и непредсказуемым процессом. В конце концов, в мае 2008 года Джерри Янг, CEO Yahoo после ухода Терри Сэммл годом ранее, отклонил предложение Microsoft. Инвестировавшие в Yahoo пришли в ярость, поскольку руководство отвергло предложение, которое оценивало компанию на 70% выше номинала. Доля Yahoo начала падать в стоимости, теряя 20% ежедневно. Акционеры-активисты пытались форсировать сделку, но безуспешно. Когда через несколько месяцев ударил глобальный финансовый кризис, решение Джерри отклонить предложение Microsoft выглядело верхом глупости. Акционеры призывали его одуматься. 17 ноября 2008 года Джерри объявил, что он уходит с поста CEO, передавая бразды управления Кэрол Бартс, бывшему CEO софтверной компании Autodesk. Решение Yahoo отклонить предложение Microsoft стоило Джерри Янгу работы и затронуло его гордость. Тем не менее, Alibaba уже избавилась от неопределенности, связанной с возможным вторжением в их отношениях с Yahoo, которая, хоть и была теперь непопулярна у инвесторов, оставалась крупнейшим акционером. Чувство облегчения, тем не менее, исчезнет через несколько месяцев, когда вместо Джерри на посту генерального директора Yahoo займет Кэрол Бартс. Последняя во многом была противоположностью Джерри Янга, известного своими хорошими манерами, дружелюбием и даже почтительностью. Бартс же имела дурную славу благодаря своему агрессивному стилю поведения и нецензурной брани, которую она часто использовала на встречах. В марте 2009 года, когда Джек и делегация топ-менеджеров Али Баба приезжали в штаб-квартиру Yahoo в Саннивейл, на входе их встретил Джерри. Он поприветствовал Джека и проводил делегацию на встречу с Бартс, но по прибытии принес свои извинения и вышел. Теперь у руля находился новый руководитель. Али Баба продолжала информировать Yahoo о состоянии дел в компании, в том числе о стремительном росте Тао Бао, но Бартс скорее не поздравляла их, а критиковала Али Баба за сокращение присутствия Yahoo на рынке в Китае и по имеющимся данным говорила им «Я собираюсь сказать это грубо, потому что такая у меня репутация. Я хочу, чтобы вы убрали наше имя с этого сайта». Позже Джек сказал журналисту «Если вы не можете вести бизнес спокойно, это не дает вам право изливать на меня свой гнев». Отношения между Джеком и Бартс сразу стали напряженными. Вскоре наступил длительный период, когда они вообще не общались друг с другом. Попытки Али Баба выкупить долю Yahoo все чаще становились достоянием гласности, как и их непрекращающаяся полемика. В сентябре 2009 года, в то время, когда Али Баба праздновала свое десятилетие, в качестве публичного вотума недоверия, Яху продала акции, которые она купила на IPO Али Баба. Тогда, в январе 2010 года, когда Google встретилась лицом к лицу с китайским правительством в неприятном конфликте, связанном с цензурой и компьютерными атаками, Яху выступила в поддержку Google. Мы осуждаем любые попытки фильтрации сетей компании для получения информации. Мы солидарны с Google в этом вопросе. Такого рода атаки вызывают сильное беспокойство, и мы твердо убеждены, что нарушение конфиденциальности пользователей это то, чему мы, пионеры интернета, должны противостоять. Али Баба пришла в ярость от того, что ее крупнейший акционер выступает против китайского правительства. Через своего пресс-секретаря Джона Спилича Али Баба нанесла ответный удар. Али Баба групп доносит до сведения Яху, что заявление Яху о том, что она солидарна с позицией, которую заняла Google на прошлой неделе, было опрометчивым, учитывая отсутствие доказательств. Али Баба не разделяет эту точку зрения. Но худшее было впереди. В сентябре 2010 года управляющий директор Яху в Гонконге заявил, что разыскивает для сайта рекламодателей на материковом Китае, ставя Яху в конкурирующую позицию по отношению к Али Баба, которая отвечала, что пересмотрит свои взаимоотношения с Яху. CEO Alibaba.com David Way публично поставил отношения с Яху под сомнение. Зачем нам нужен финансовый инвестор, с которым у нас нет бизнес-понимания и общих методологий? И добавил, самая существенная перемена заключается в том, что Яху потеряла собственную технологию поисковой системы. Главнейшая причина для партнерства перестала существовать. Отношения Яху с Али Баба так и не наладятся, пока у руля будет стоять Кэрол Бартс. Компания уволила ее в сентябре 2011 года, но до этого момента Али Баба пережила два кризиса, которые угрожали уничтожить самый ценный ее товар – доверие. Первый кризис был связан с внутренним инцидентом. Вскрылись факты мошенничества внутри B2B-бизнеса Али Баба, которые навредили репутации Али Баба.com среди ее клиентов. Второй заключался в споре по поводу передачи актива Али Пэй другому собственнику, что портило репутацию Али Баба групп перед некоторыми ее инвесторами. В первом случае мошенничество, в котором участвовало по оценкам 100 сотрудников отдела продаж Али Баба, заключалось в том, что 2300 торговых витрин были сертифицированы коррумпированными сотрудниками, как надежные поставщики. После этого продавцы смогли получить 2 миллиона долларов оплаты за товары на Али Баба.com хиты продаж, которые предлагались по очень низким ценам и никогда не отправили их заграничным покупателям. Али Баба предала дело гласности и ее акции упали на 8%, но больше всего Джек был вне себя из-за ущерба, который был нанесен доверию клиентов. Людей из отдела продаж уволили и аккаунты более 1200 платных клиентов были удалены. И хотя расследование установило, что высшее руководство было непричастно к делу, Джек попросил об отставке CEO Дэвида Вэя и COO компании из-за того, что мошенничество произошло во время их пребывания на должности. Журналистам Джек сообщил, что Али Баба это, возможно, единственная компания в Китае, где высшее руководство берет на себя ответственность, что сподвигло Forbes назвать Джека редким видом в стране, погрязшей в коррупции. Когда кто-то обвинил Ма в том, что увольнение руководителей высшего звена было самопиаром, Джек со злостью ответил «Я не тот, кто создал рак, я тот, кто его лечит». Дэвид Вэй не противился своему увольнению, считая, что это помогло подстегнуть аналогичные меры внутри Таобао, которые имели место вскоре после этого. Люди говорят, да ладно, это серьезно, поведал он мне. И затем следовали другие чистки внутри компании. Это началось внутри B2B, затем перешло на клиентов. Я очень горжусь своей отставкой. Без чистки бизнеса проведение IPO в 2014 году не было бы столь успешным. Но другой кризис, повлиявший на инвесторов, оказал еще более губительное и долгосрочное воздействие на репутацию Alibaba. Даже несмотря на то, что компания настаивает на том, что не допускала ошибок, позиция, которую поддерживает множество инвесторов, заключается в том, что спор негативно влияет на репутацию компании. Этот кризис разразился из-за того, кто владеет бизнесом Alipay. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова